В летний период погода в Лобинском районе нестабильна. Несмотря на солнечную погоду, в любой момент могут начаться проливные дожди, что приведет к повышению уровня воды в реках и приведет к паводкам. Ситуации, связанные с прохождением больших объемов воды в реках, находятся под контролем главы района. В четверг в станице Владимирской прошли учения по подготовке к пропуску паводковых вод с участием начальника отдела по делам ГО и ЧС и главы администрации Владимирского сельского поселения. Отрабатываем действия руководящего состава, отрабатываем действия спасателей, отрабатываем действия местного территориального подсистемы РСЧС, сил и средств, для того, чтобы при очередном повышении уровня все службы были готовы для пропуска повышенных расходов реки. У нас уже в этом году по реке Куксы проходил повышенный расход воды. Мы его пропустили. Пропустили через станицу Владимирскую, через город Лобинск. Нигде подтоплений не было. Также у нас проходил повышенный уровень реки на реке Лоба. Было опасное явление в городе Лобинске. Воды прошли без повреждения дамб и обвалований на реке Лоба. Есть у нас одно проблемное место в селе Гофицком. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы завести там крупногабаритный камень. Все уровни, все подъемы уровней рек на личном контроле у главы района Чаева Игоря Илья Ильича. Для предотвращения паводковых ситуаций на мостах дежурят члены Хуторского казачьего общества. На данном мосту во время подъема уровня воды угроза подтопления дежурю. Дежурю вот с багром и фонарь для ночного времени. Ночью светит линейка, есть линейка мерная. Я наблюдаю, функции мои составят в том, что я наблюдаю за подъемом уровня воды. Во время учений спасатели Лобинского аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» ликвидировали затор на реке Кукса во Владимирском поселении. Сельская администрация проинформировала население, как действовать при наводнении. Жителям станицы раздали памятки. Органы управления силой и средства Лобинского района готовы к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2018 года. Лилица Агян, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба».